Здравствуйте, у нас проходит акция «Добрая покупка». Примите, пожалуйста, участие в нашей акции. Несколько лет назад Министерство социального развития Московской области запустило в регионе новую благотворительную акцию «Добрая покупка». В Ленинском районе нововведение охотно подхватил Центр Вера, сотрудники которого каждую осень собирают продовольствие для нуждающихся групп населения. В этом году корзины для приема товаров первой необходимости были установлены в четырех торговых точках, в трех сетевых магазинах и на рынке. Благодарительная акция проводится для поддержки малоимущих граждан. Здесь мы с помощью этой акции предоставим многим гражданам помощь, которые на сегодняшний день нуждаются. Это прежде всего огонь в их глазах, который мы видим. Это радость в их глазах. И мы надеемся, что подарим некую такую частичку доброты, и люди почувствуют свою социальную значимость, свою необходимость в этом обществе. Что может быть проще, чем во время закупки? Приобрести на один рис или гречку больше и положить ее в корзину акции «Добрая покупка». Вам это почти ничего не будет стоить, а для некоторых людей это большая помощь. Чаще всего в корзинах встречаются крупы, макароны, чай, сахар, растительное масло, кондитерские изделия с большим сроком годности. Старшеклассник Евгений Сидоров зашел в магазин с друзьями. Проигнорировать волонтеров Центра «Вера» молодой человек не смог. Отстав от компании, он вернулся в торговый зал, чтобы совершить свою добрую покупку. Это как минимум помогает людям. То, что нуждающимся будет, что есть. То, что это как минимум добро. Мы не люди, если мы не делаем добро. И тогда мы бесчеловечны по отношению к другим. Результатами акции организаторы довольны. На сегодняшний день удалось собрать большое количество товаров. С каждым годом интерес к доброй покупке у жителей муниципалитета растет. Они понимают важность помощи нуждающимся людям. Когда-то я могу оказаться в такой ситуации. И мне тоже хотелось, чтобы мне помогли. По окончанию акции «Добрая покупка» все собранные продукты будут распределены по пакетам и переданы нуждающимся в этих товарах людям. По предварительным подсчетам удастся охватить порядка ста пенсионеров. Юлия Пагасян, Владимир Бижонок, Ольга Садовская. Видное ТВ.